Крымские города подготовили техническую документацию, необходимую для проведения капитального ремонта муниципальных дорог неправильно. Бумаги не соответствуют требованиям федерального законодательства. Из-за этого улично-дорожная сеть остается в разрухе, так как местные власти не имеют права проводить торги и производить ремонт за средства, которые поступили из резервного фонда президента России без правильной документации. Действительно, деньги муниципалитетам, соответственно, доведены. Когда были доведены? Уже более месяца назад заключены соглашения с муниципалитетами. В принципе, мы считали, что мы на выходе. Одно из основных нарушений, которые были обнаружены в документах – количество требований к материалам, предназначенным для ремонта. По регламенту их список не может превышать 20 позиций, однако в некоторых случаях это количество пересекло планку в 200. В связи с этим антимонопольная служба не одобрила документацию, из-за чего стало невозможно проводить торги. Объяснение для того, чтобы получить более качественные материалы и, соответственно, сделать более качественные дороги. Но, проведя с консультацией СУФАС, мы заранее видим, что в техническое задание вложены избыточные требования. То есть, условно говоря, подведенные под конкретного исполнителя. Теперь техническую документацию необходимо переделать так, чтобы она соответствовала требованиям федерального законодательства. Без этого Комитет конкурентной политики и антимонопольная служба не допустят города к проведению торгов по этим тендерам. Такая работа над ошибками отсрочит начало всех процедур, предшествующих ремонту, еще на несколько недель. Провести служебное расследование в отношении всех, в том числе за слабый контроль. Если мы сейчас убедимся, что главы администрации не выполнили свои функциональные обязанности, но они считают, что мы должны проверять всю техническую документацию, а они вообще не должны вникать ни во что, значит, направить на сессии депутатские, которые проводятся в городах и районах, значит, представление о наложении взыскания на этих глав администрации. Кроме штрафа, проведившихся глав администрации ждет тяжелая работа над ошибками. В четверг и пятницу они вместе с сотрудниками Госкомитета дорожного хозяйства будут перепроверять и исправлять дефектные документы, чтобы успеть принять участие в тендере. Ни один глава администрации, ни исполнитель не уезжает отсюда до проверки документов, пока мы не примем все документы на соответствие федеральному законодательству. То есть, если не умеют, будем, значит, таким жестким путем. Кроме того, проштрафившихся глав администрации ждут беседы с главой республики, чтобы выяснить, каким образом им удалось испортить документы, учитывая, что специально для них был разработан график подробных консультаций по формированию технических заданий в этой сфере. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ.